Международная научно-практическая конференция «Архивы, библиотеки и музеи как институты социальной памяти человечества» отбылась 27-28 мая в стенах Историчного факультета Белорусского державного университета и Национальной библиотеки Беларуси. Конференции приняли удел с высшими 60-ти научно-навыков из Беларуси, России, Украины и Мальты. Праца почалась с принарного посаджения у Национальной библиотеки Беларуси. С привитальным словом до удельников наукового форума звернулися декан Историчного факультета БДУ Александр Кахановский, директор Департамента по архивах и справоводству Министерства юстиции Республики Беларусь Виктор Кураш, наместник директора Национальной библиотеки Беларуси по науковой работе и выдавецкой деянности Александр Суша, другий секретарь посольства РФ Республики Беларусь Илья Баранов. Мне, как представителю архивной отрасли страны, приятно, что научная общественность к этому вопросу возвращается, а сегодня архивы действительно являются информационной базой для исторической науки. Сегодня, наверное, ни одно маломайски претендующее на объективность исследования не может быть полным, если оно не обращается к архивным источникам. Поэтому архивы – это не только место, где хранятся документы, свидетельствующие о нашей истории, это сегодня наушно-методические культурные центры. В рамках науковой частки принорного поседжения Александр Суша акцентовал увагу на руху от социальной памяти до социальных деяньев у разумении культурной спадшины. Загадчик кафедры краницознавства исторического факультета БДУ Михаил Шумейко дав характеристику архивам, музеям и библиотекам, як сховящим документованной коллективной памяти народов света. С деянностью Национального архива Мальты присутных познайом старшиня Европейского отделения Международного совета архива доктор Чарльз Фаруджа. Для нас сегодня вельми важно заразуметь и поспробовать системно выбудовать программу фактичной працы по заховании и популяризации актуальной культурной спадшины нашей краины. Есть опыт замежных коллег, которые приехали им поделиться. Есть опыт наших особистых и разных установ. Часом мы совпрацовничаем, а часом не бачим один-одного. Вот как раз посадить за один стол, и символично он тут саправдый круглый, посадить у всех за один стол и распачать такую дискуссию – это наша повязка. На приконце посаджения Александр Суша инициавау грачу дискуссию. Говорили про набалелое, про возрастающую роль у IT-технологии, у дзейности института в памяти, про выклики сучасности и махчимую измену миссии архивиста, библиотекара, музейного совпрацовника, про потребы и чеканья сучасных корыстальников документальной спадщины. Но, безумовно, одно. Сегодня материалы архивов, библиотек и музеев являются наибуйнейшим информационным ресурсом страны. Они выполняют важную культурную функцию грамадства – захавание и обеспечение использования его документальной спадщины. В современном мире архивы, библиотеки и музеи переживают трансформации, связанные с активным разведчем информационных технологий и интернету. Гэта законная не только формы сносин с корыстальниками, але и методы працы с текстами документу. Отказываючи на выклики часу, институты социальной памяти трансформуются, але при этом их роли и значения состоятся незменно важны и культура утворальны. Выники дискуссии подвел доктор исторических наук Сергей Ходзин, и он пропонавал зафиксовать махчимые практичные решения означенных проблем у выниковым документе конференции. Далейшая праца отбывалася у рамках четырех секций. Документальная спадщина, як информационные ресурсы роматства, а заховальники и корыстальники информации, проблемы взаимоотносин и взаимодействия, личбовая трансформация институты памяти, архивы музея-библиотеки, агульные и адрозные у их працы. Прогучали текавые доклады про деяности истории белорусских российских и украинских архивов библиотек, про практичный потенциал документальных сборов, про проблемы стандартизации архивных процессов. Доследчика утекавили стан и перспективы музейной и библиотечной просторы Беларуси. Грачи дискуссии пройшли по пытаниях обмессы ролей и миссии архива для громадства, трансформации профессии архивиста и размытии меж-памеж библиотеками и музеем. Удельников секций «Личбовая трансформация институты памяти» цекавили проблемы исторической памяти у информационного громадства, перспективы выкрыстания эти технологий, удзейности институтов памяти, личбовые публикации, як сродок захований культурной спадщины и иншая проблема. Для удельников конференции была организована культурная программа. Усе ожидающие могли наведать музей книги у Национальной библиотеки. Наместник директора Национальной библиотеки Беларуси по науковой работе и выдавецкой деятельности Александр Суша познайомил с историей книжной справы у Беларуси. Работа конференции завершилась на историческом факультете БДУ, подведением выников. Практичные рекомендации были распространены на подставе на працовок подчас секцийных посаджений. Доклады удельников у конференции будут опубликованы у науковым сборнику Национальной библиотеки Беларуси с добытки документальной помники на Беларуси. А с практичными выниками можно будет познайомиться на сторонках шоссописа Белорусского державного университета секция «История».